Ночь коробка, день далека Ночью там часто хочется пить Ты выходишь на пухню, но вода здесь горько Ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить Добра утка, последний король Добра уткает таким, как ты Добра, последний король Достой, последний король Ты хотел быть один, но это быстро прошло Ты хотел быть один, но не смог быть один Всем добра, зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас не совсем обычный ролик. Я хочу позволить себе вольность в структуре моего рассказа. Приятного просмотра Объект 292 разрабатывался в конце 1980-90-х годов на базе танка Т-80БВ Но со значительно увеличенной огневой мощью конструкторским бюро Кировского завода Уже в 1991 году на Рыжевском полигоне состоялись испытания машины с крайне положительными результатами К сожалению, из-за развала Советского Союза Доведение танка до полноценной Боевой машины было прекращено Так, Объект 292 сейчас находится в единственном экземпляре В техническом центре техники Советского Союза Парка Патриот Орудие танка было разработано специально Под относительно артиллерийских установок Маленькие башни основных боевых машин Так, для установки LP-83 необходимо было наварить к башне отделение для хранения метательных зарядов И изменение системы заряжания орудия А также погона башни Далее, перейдем к монологу И я немножко дополню историческую справку Ибо танк, который сейчас активно светится в сливах А именно Черный Орел Имеет интересную историю И анонсировал я его, если не ошибаюсь, еще в начале лета Этот танк то разрабатывают, то нет То снова разрабатывают, то нет То снова говорят то, что мы ничего не разрабатываем И этого танка не существует То он опять светится И снова говорят то, что да, мы разрабатываем В общем, история этого танка максимально непонятна Его толком никто не видел Фоток толком нет Но, тем не менее, факт, что такая модель Или хотя бы попытка создания танка существует, есть И я не поверю, что его буквально С той же системой заряжания и калибра орудия Делали не обращение внимания на опыт объекта 292 Также и Т-95 обладает точно такой же системой заряжания Затем и многострадальная армата Все эти танки имеют подобную систему заряжания И форм-фактор башни Во всех этих танках используется возможность Замены орудия на больший калибр И, соответственно, на заряжание его По примеру 292 Если посмотреть на фотографии Которые сейчас вы, соответственно, видели У всех этих танков Сзади есть такой вот кармашек Да, приваренная условно, назовем это так Приваренная коробочка В которой хранятся, соответственно, метаемые А, метательные Метательная часть снаряда То есть, пороховая часть снаряда То есть, вначале метаемая часть снаряда С самим ОБПС С самим ломом закидывается ствол А потом уже метательная часть Вот И вот такая вот у нас тема получается Вообще, 292 это отличный танк Это танк Когда он вышел только Очень все спорили Сколько же он будет стоить на бирже И я ставил то, что Ну, не меньше 90 точно Потому что Для меня это было понятно То, что танк по своей легендарности Именно Он был Очень Как бы интересно Выглядел на фоне всех остальных танков Любой нации Он был очень таким Своеобразным Необычным И Блин, на бумаге Чисто вот На характеристиках танка И в пробном выезде Он был слишком хорош Для того, чтобы быть правдой Да, его немножко понерфили Теперь он танкует не все Тем не менее Тем не менее Танк великолепный До сих пор Очень Классная машина До сих пор Она приносит просто Невероятное количество удовольствия Танкует Нетанкуемая И так же пропускает то, что Невозможно пропустить В принципе Обычная советская коробочка И Что можно сказать Об этой машине Сейчас Спустя вот уже Какое-то время Когда уже все Привыкли к этому танку И когда в рандоме Его стало намного Меньше Если вы видите Этот танк То знайте Он вас Пробьет Если вы видите этот танк То знайте Он уничтожается Так же как все остальные Советские танки Мне непонятно Почему он так уничтожается Видите Соответственно В этом вот барабане Да Механической Боевой укладки Для автоматозаряжения Снизу У него Хранятся только ОБПС Как мы знаем В ОБПС Нету пороха Нету никакой Селитры И вообще Нет ничего Что может сдетонировать ОБПС Это чисто Снаряд В котором Внутри Внизан Ну Просто лежит Сам БОПС Который соответственно Будет вылетать После того как у нас Снаряд разделится После вылета из ствола Но Похоже Ну Разработчики так не считают Когда-то я насчет этого Машнил Но как видите В принципе как с ЦВшками Ничего не изменилось Тем не менее Тем не менее Да Он взрывается точно так же Как и все советские танки Но Блин В отличии от всех остальных Советских танков БВМ Девяностиков 72 танков Блин У него есть прикол Это прикол С пробитием В районе тысячи Ну вы просто видите Любого Абрамса Вот перед вами едет Кликбейт Ну вы просто по приколу Плюете ему В его Хваленую щеку И этот парень Отправляется в ангар Либо у него выбивается Вся правая сторона Или вся левая сторона В зависимости от того Куда вы стрельнули А почему Ну блин Потому что Потому что Ну там нету даже Привиденки в тысячу А у вас есть Пробитие в тысячу Да еще и снарядик Так какой приятный Это вам не Содвадцатками стрелять Это вам не сотками Стрелять ОБПСами Ломами Это у вас как бы 15 сантиметровая Дилда в вас влетает Которая в длину Почти 100 метр Вот такую штуку Попробуйте пережить Хваленый Бобик из Танка Абрамс Который является Командиром этого танка И сержант Не знаю там Какой нибудь Маркус Леонор Первый Который является Мехводом этого танка Ну больше никогда В жизни не увидится Потому что его Командиры раскидало так Что Ну Лучше вообще не оборачиваться И смотреть свой маленький Лечок мехвода А лучше сразу сказать то что Я остался один в танке И мой танк уничтожен Чтобы Дальше по тебе не долбили Потому что Ну В общем Не знаю Привел такой вот пример Не знаю уместен ли он Или нет Но просто чтобы Описать Что на самом деле происходит При попадании этого снаряда То есть ну снаряд Реально огромный Снаряд реально страшный Снаряд реально мощный И танк же сам изначально Разрабатывался Как Не совсем Носитель Бобсов А как Скорее Танк С Артиллерийской Гаубицей С артиллерийским Орудием Который сможет Как бы Вести огонь Как и Соответственно Основной боевой танк Так и Выступать в роли Какой-никакой Артиллерийской Установки Опять пошли в универсальность И захотели Еще и артиллерию сместить Но Вот как бы Не хватило немножко времени 91 год наступил Грустно Помним Скорбим Тем не менее Ждем Черного орла Надеюсь танк получится Великолепный Танк получится Интересный Очень буду надеяться И собственно говоря Мне интересно узнать Ваше мнение по поводу Черного орла 292 Соответственно Т95 Именно Советского Российского Который У него У него Казик У него На На ДИНАМИ У него Субтитры сделал DimaTorzok